В Германии проверили уровень выхлопов дизельных авто. Результаты ошеломили. Производители опять обманывают. С 15 июня роуминг в ЕС бесплатный. В Евросоюзе поставили точку в десятилетнем процессе. Ограбление века в Парагвае. Взрывы, стрельба, погоня и десятки миллионов долларов. Элтон Джон был на краю смерти. Его поразила неизвестная хворь. Выхлопы диоксида азота немецких дизельных авто в несколько раз превышают требования Евросоюза. К такому тревожному выводу пришли в Германском федеральном агентстве по окружающей среде. Специалисты агентства провели испытания автомобилей с дизельным мотором не в лабораторных, а в полевых условиях. Результаты их ошеломили. На дорогах при низкой температуре выхлопы вредных газов в разы превышают нормы Евросоюза. Наши новые анализы показывают очень ясно, что выбросы оксида в азота при использовании Евро-5 увеличивается на 80% при температуре 0 градусов. Евро-6 дает по меньшей мере на 90% больше выхлопов диоксида азота, чем при испытаниях в лабораторных условиях. На данный момент для Евросоюза достаточно данных по выхлопам после теста в лабораторных условиях. Но в сентябре этого года ЕС будет требовать проводить испытания на дорогах. После этого немецкие производители автомобилей могут повторить печальный опыт Volkswagen. Министр окружающей среды Германии Барбара Хендрикс говорит, что дело не в цифрах и отчетах. Главное – здоровье немцев. Я, как министр окружающей среды, несу ответственность за чистый воздух. И здесь, как и во многих городах Германии, как вы все знаете, есть серьезные проблемы. Ситуация с автомобильными выхлопами оксида азота неприемлема, это ясно. Потому что чистый воздух – это необходимые условия здоровой жизни. Оксиды азота невидимы в воздухе, но они опасны, особенно для детей и пожилых людей. Они вызывают кашель, бронхит, астму и аллергию. Барбара Хендрикс требует, чтобы федеральное правительство приняло меры и обязало производителей дизельных автомобилей снизить выхлопы диоксида азота. В Евросоюзе отменят плату за роуминг с 15 июня. Совет Европейского Союза принял окончательное решение об отмене дополнительной платы за пользование мобильной связью в роуминге на всей территории ЕС. Любой уже существующий или новый контракт с оператором мобильной связи, включающий услуги роуминга, превратится в договор с роумингом по внутренним ценам, пояснили в Еврокомиссии. С 15 июня за мобильные и телефонные разговоры, пересылка СМС-сообщения и доступ к интернету внутри стран ЕС не будет взиматься дополнительный тариф. Цена за европейский роуминг не будет превышать стоимость услуг домашнего оператора мобильной связи. Исходящий звонок с мобильного внутри ЕС будет стоить не больше 5 центов за минуту. СМС – не более 2 центов. Стоимость мобильного интернета на территории Евросоюза не будет превышать 5 центов за мегабайт. При этом оператор может установить ограничения на длительность разговоров по этому тарифу и максимальное количество сообщений по низкой цене. Действие закона будет распространяться на жителей ЕС, которые ездят в другие страны Евросоюза в деловые или частные поездки. После вступления закона в силу с 15 июня, его действие распространится также на Исландию, Лихтенштейн и Норвегию. Дорогие телефонные звонки во время путешествий перестанут быть проблемой с новой системой, которую начинает вводить в строй компания из Гонконга. Устройство представляет собой смартфон, который прилагается к номеру в отеле. С его помощью турист получает неограниченные местные и международные звонки, доступ в интернет, интерактивный путевозитель по городу и доступ к услугам гостиницы. Идея в том, чтобы путешественник везде чувствовал себя как дома. Ему не надо будет волноваться по поводу счетов за звонки в роуминге. С помощью устройства можно получить информацию по отелю, иметь все сведения о городе. Смартфон подскажет, чем заняться, где поесть, куда сходить за покупками. На сегодняшний день система доступна в 120 тысячах гостиничных номеров в 20 городах, в основном в Европе. К концу этого года бесплатным смартфоном планируют оборудовать миллион комнат. Устройство полезно не только для туристов. Отели благодаря нему увеличивают свою прибыль. Как говорят разработчики, в гостиницах, оборудованных смартфоном, гости тратят на дополнительные услуги на 20% больше. Кроме того, спрос на такие отели выше, а путешественники готовы платить за номера в них больше. Пока систему лишь тестируют. Впоследствии создатели планируют усовершенствовать ее в соответствии с пожеланиями владельцев гостиниц. Одним из главных нововведений должно стать использование смартфона в качестве ключа от номера. Мы полностью интегрируем его в систему гостиницы. Устройство можно будет использовать как пульт управления от всего в комнате. Гость сможет контролировать освещение, температуру, управлять занавесками. Так что смартфон заменит все другие устройства, которые были раньше в номере. Система уже подтвердила свою экономическую целесообразность. За этот год компания-создатель привлекла в качестве инвестиций 125 миллионов долларов. Разработчики надеются, что через какое-то время бесплатный смартфон станет стандартной услугой в большинстве гостиниц мира. Роботы — главный герой Ганновер Мессе в этом году. Гости крупнейшей в мире промышленной ярмарки могут уже сегодня заглянуть в будущее и поближе познакомиться с миром роботов. Немецкая компания «Феста» представила на выставке мягкого робота, который работает по образу щупальца-осминога или хобота-слона. Работая под давлением сжатого воздуха, щупальца сгибается внутрь и может мягко и надежно обхватить предмет. Робот состоит из трех сегментов, все они сгибаются. Весит он 3 килограмма, полезная нагрузка — тоже 3 кг. Большое внимание посетителей выставки в Ганновере привлек роботизированный настольный теннис компании «Амрон». Хотя его внешний вид не очень дружелюбный, он может стать надежным партнером по игре и персональным тренером для человека. Ведь он не просто играет в теннис с людьми, но и обучает премудростям этой игры. Встроенные датчики помогают роботу изучить манеру игры противника и даже выражение его лица. Возможно, первый раз играть с роботом довольно сложно, но если вы попробуете еще раз, система будет больше знать о вас и поможет вам улучшить свои навыки. И, может быть, в следующий раз вы будете играть намного лучше, чем раньше. Посетители выставки могут также сами сконструировать робота, а работа займет несколько часов. Но уже в процессе сборки робот может начать давать советы своему создателю, а готовые роботы могут даже шутить или флиртовать с людьми. Напомним, промышленная выставка в Ганновере продлится до пятницы. Самое крупное ограбление в истории Парагвая. Банда из примерно 60 человек напала на инкассаторскую службу в городе Сюдад-де-Лесте, расположенном на границе с Бразилией. По неофициальным данным, сумма похищенного составляет порядка 40 миллионов долларов. Преступники тщательно подготовились к операции и были вооружены до зубов. Чтобы проникнуть в здание, они убили одного охранника и взорвали стены строения. Местные власти сообщают, в арсенале грабителей имелись снайперские винтовки и автоматы. Также сотрудники полиции нашли брошенную машину, в которой налетчики оставили оружие, боеприпасы, бронежилеты и взрывчатые вещества. Между полицией и грабителями произошла перестрелка. По данным представителей правоохранительных органов, трое преступников были убиты, двое получили ранения. Один полицейский погиб в ходе столкновения. Покидая место ограбления, злоумышленники подожгли множество автомобилей. В полиции подозревают, что преступники скрылись на территории соседней Бразилии. Правоохранительные органы страны подключились к поискам грабителей. Элтон Джон перенес смертельно опасную инфекцию. 70-летний музыкант почувствовал себя плохо на борту самолета, возвращаясь с гастролей в Южной Америке. Его представитель в понедельник рассказал, что Джон провел два дня в отделении интенсивной терапии в Великобритании. В субботу его выписали. Врачи не смогли точно определить заболевание. Они считают, что во время пребывания в латиноамериканских странах в середине апреля музыкант подхватил атипичную бактериальную инфекцию. Редкую и смертельно опасную, сказано в заявлении агента Джона. Сейчас музыкант идет на поправку, но вынужден отменить все концерты на ближайшее время. По словам его представителя, он вернется на сцену лишь к началу июня. Элтон Джон извинился перед своими поклонниками и поблагодарил команду врачей, которая помогает ему восстанавливаться после болезни. Я Хит Леджер. Так называется документальный фильм о голливудском актере, который трагически ушел из жизни 9 лет назад. Премьера ленты состоялась в минувшие выходные на фестивале Трайбека в Нью-Йорке. Голливудский актер известен своими работами в фильмах «Горбатая гора» и «Патриот». А за исполнение роли Джокера в блокбастере «Темный рыцарь» Леджера посмертно наградили Оскаром. Актер скончался в возрасте 28 лет. Причиной смерти, по словам врачей, стала интоксикация, вызванная употреблением несовместимых лекарственных препаратов. Режиссер биографической ленты Дерек Мюррей рассказал, что старался не концентрироваться на трагедии, а рассказать о человеке, преданном своему делу, который любил приключения и наслаждался жизнью. Было много разговоров о том, что смерть Хита связана с его исполнением роли Джокера. Будто он ступил на «Темный путь» и не может выкорбаться из этого состояния. Но люди, которые работали с Хитом, а также члены его семьи, опровергли эти слухи, сказав, «Это неправда, работа над «Темным рыцарем» была лучшим временем его жизни. Мы хотели подчеркнуть именно это в фильме». Друзья актера рассказывают, что он все время ходил с камерой и снимал. Эти кадры также вошли в документальную ленту. В работе над ней приняли участие друзья и коллеги Леджера. Актриса Наоми Уоттс, режиссер Энг Ли, музыкант Бен Харпер. Они поделились своими воспоминаниями, чтобы помочь зрителям представить, каким человеком Хит был в жизни, а не на экране. Картина «Я Хит Леджер» выйдет на экраны в США 3 мая. Будьте в курсе событий. Все новости Германии, Европы и мира на сайте «Нового времени» m-c.tv и на наших страницах в социальных сетях. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова